Доброе утро! На двух ногах и оснащенные человекоподобными суставами локтей и коленей. Это позволило им более или менее красиво использовать палки и лыжи. Хотя с заданием объехать флажки, как и в человеческих соревнованиях, справились не все. Мы создавали роботов, которые могут маневрировать как человека. Они оснащены камерами и сенсорами, так что способны отличать красные флажки от глубых, таким образом избегая столкновения и правильно избежать препятствия. Некоторые разработчики связывают не самые лучшие показатели своих раболыжников с низкой температурой в день турнира. Однако именно температура помогла раскрасить соревнования. Некоторых участников надели детскую спортивную форму. Победителем оказался самый маленький из роботов. Его рост 75 сантиметров. Кстати, наградой оказалось не только моральное удовлетворение победой, но и материальный приз в 10 тысяч американских долларов. Ради этого стоило искупать в снегу своих механических питомцев. Как будет дальше развиваться робототехника в спортивном мире, узнаем в следующем выпуске. С вами был Сергей Козлович. Увидимся через неделю.